Предпосылки духовного пробуждения в России Во второй половине девятнадцатого века Любое духовное пробуждение Это явление такое, как сейчас говорят, многополярное, универсальное У нас надо такой узкий подход к истории духовных пробуждений Мы обычно называем какого-то человека Вот приехал проповедник в такой-то город, в такую-то страну Прибыл миссионер, собрал кружок И пошла волна пробуждений, которая охватила всю страну, города и так далее Не только в этом смысле заслуга одного проповедника А Бог готовит почву с разных сторон В разных сферах идет процесс подготовки Создаются определенные причины, определенные предпосылки для пробуждения Так вот, что же у нас в России стало почвой Предпосылками, причинами для большой волны пробуждений во второй половине девятнадцатого века Обычно мы перечень вот этих предпосылок и причин делим на три категории Или три разновидности Исторические предпосылки Социальные И духовные Ну а теперь вот посмотрим по порядку Что же мы могли бы отнести к историческим, к социальным и к духовным предпосылкам конкретно Ну, во-первых, мировое историческое событие Это война 1812 года, война с Наполеоном Война эта привела в движение, в соприкосновение Многие народы Народы, племена, страны, государства Вольно или невольно вошли в тесное взаимодействие Там русские армии шли через европейские страны, дошли до Парижа Союзники были Как современные историки говорят, что, мол Победа над Наполеоном была одержана протестантской Англией Патолической Пруссией и православной Россией Православная Россия, протестантская Англия и Патолическая Пруссия Разбили Наполеона Второе явление историческое Это еще до войны 1812 года оно имело место Начало колонизации юга России Еще после войны с Турцией в 18 веке Россия получила выход к Черному морю Что эти земли нужно было обустраивать Заселять И на землях этих оказалось очень много иностранных граждан Которые пожелали приехать Строить там деревни, поселения Это были немцы, в основном немцы-колонисты А среди них было много верующих Библейского типа И минониты, и ветеране, и реформаты Тротестанты Вторая разновидность предпосылок Социальная Сюда мы относим Отмену крепостного права Отмена крепостного права 1861 год Но как могло быть это связано? Крестьянская реформа и духовное пробуждение Но связь здесь была Крестьянин получает свободу от помещика Свободу на передвижение А освобожденный крестьянин Может искать место для заработка В других городах Да Да вот часто такие ситуации возникали Когда крестьяне из отдаленных губерний Освобожденные от власти помещика Приезжают в Петербург, например, в столице В поисках работы Работу нашли Для добывания хлеба насущного Вот идет этот человек По улицам Петербурга Слышит, откуда-то из подвала Доносится пение Похоже на церковное, на духовное Он прислушивается Русский народ всегда был таким Любопытствующим до дел божественных До дел религиозных Любил слушать что-то такое божественное, религиозное Он заходит в этот подвальчик Там стоит дежурный Приглашает, пожалуйста Заходи, послушай Заходит Там проповедуют Евангелие Там поют, там болятся От сердца Человек кается Присоединяется В процессе таких перемещений Вроде бы В чисто практических целях Потом Оказывался выход К духовным очагам К духовным кружкам Ну и свобода внешняя Она, в общем-то, приводила И к внутреннему, духовному Раскрепощению Когда у человека Возникала потребность Духовного поиска Поиска смысла жизни Поиск правды Божьей Истинной веры Другие факторы Социального характера Здесь Вот кто помоложе Должен должен вспомнить курс Школьных предметов Курс литературы Курс истории Давайте попытаемся вспомнить Какими идеями Течениями Движениями Увлекалась Молодежь Второй половины Девятнадцатого века В России Что было модным тогда Нигилизм Нигилизм Да Нигилистов было очень много Что такое Нигилизм и нигилисты Нигилизм значит Отрицание Нихил Латинское слово Отрицание Что отрицали Нигилисты А вот все То что Лежит за пределами Интеллектуального Познания И восприятия То что лежит За пределами Каких-то практических Занятий Практических Точных Естественных наук Все это Объявлялось Таким Призрачным Неважным Для Человека Нигилисты Увлекались Естественными Науками Точными Науками Они Отрицали Веру в Бога Отрицали Бессмертие Души Отрицали Даже Искусство Поэзию И вот этот Базаров В повести Тургенева Чем он Каждодневно Занимается Любимые занятия Базарова Какие? Лежать на диване И курить Что, что, что? Лежать на диване И курить Лежать на диване И курить Но не только Этим он занимался Но при этом Он размышлял Он размышлял А еще Базаров Любил Препарировать Лягушек Он охотился На лягушек Ходил по болотам По озерам По рекам Высматривал Лягушек Больших Зеленых Маленьких Жаб И препарировал Занимался Медициной Естественными Естественными Науками Ну и тоже Вот Исповедовал Идеи Отрицания А потом Тургенев Так развивает Этот образ Что когда Базаров Оказался На смертном Одре Он произнес Такую фразу Вот И дети Где образ Нигилиста Гончаров В романе Это узкие Односторонние Ограниченные Медицинские И как И Можно Такие Идеи Выдвигать На первый план Критика была в адрес нигилистов со стороны классиков, писателей. Но опять же возникает вопрос, а как нигилизм связан с духовным пробуждением? Нигилизм – это отрицание, это неверие. А при чем здесь духовное пробуждение? А вот духовное пробуждение возникло как реакция протеста, как противостояние. Здесь вот волна неверии пошла, а мы создадим волну веры живой, оживления, возрождения веры. Мы будем проповедовать евангельскую веру, живую веру, чтобы противостать волне неверия, волне нигилизма. Создадим противодействие. Так же, как в тайге пожар-то тушит, пускают встречный огонь. Сжигают огонь встречный, чтобы оградить движение пожара вредоносного. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Еще одно модное течение было во второй половине XIX века, даже его помнить. Им тоже увлекалась молодежь, интеллигенция, студенчество. Революционные всякие кружки. Да, революционные кружки были. А как их называли в широком смысле? Народники. Народники. Народовольцы. Народовольцы, народники. Народничество в широком смысле. Какой был девиз у народников, у интеллигенции? Пойдем в народ. Будем просвещать народ. Ну как просвещать? А вот возьмем там с собой революционную литературу. Будем революционные идеи распространять. Будем помогать простому народу. И было такое движение довольно-таки мощное, когда после окончания престижных вузов молодые люди изъявляли желание ехать в деревни в глухие, чтобы работать там врачами, медсестрами, учителями, чтобы просвещать народ. И тут же, параллельно вот с таким безрелигиозным народничеством, зарождается народничество духовное. Евангельское, библейское. Христиане заявили, мы тоже пойдем в народ. Мы тоже будем просвещать людей. Но мы пойдем с Евангелием в руках. Не с Томом Карла Маркса. Или Энгельса. Или со статьями Ленина. А пойдем с Евангелием. В руках будем. Нести в народ Слово Божие. Таким образом, вот две такие параллельные струи возникли. Народничество атеистическое и народничество с зарядом духовным. С такими вот целями возвышенными. О таких народниках тоже наши классики упоминали или вскользь, или более-менее обстоятельно. Вот был такой писатель Розанов, Василий Розанов. Он написал свое путешествие по Волге на корабле. На палубе много разного народа. И вдруг вижу я барышню. Барышня такая нежная, хрупкая, стоит на палубе и беседует с простыми людьми. Я подошел, прислушался. А она говорит о Христе. Она призывает к тому, чтобы евангельские идеалы были поставлены на первое место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...